Добрый вечер, уважаемые участники! Из Нижнего Новгорода Виктор Огуй с темой поющие чаши. Старая ли это сказка, новая ли это сказка или все-таки это современный себе метод оздоровления? На самом деле у нас достаточно большой и объемный материал на сегодня, причем я постарался его подготовить таким образом, чтобы было, ну скажем, и достаточно много информации, связанной с какими-то научными работами, и достаточно много информации, связанной с тем, что на сегодняшний день в природе или среди, так сказать, наших участников вообще в принципе существует, но при этом, допустим, не существует методов каких-то, которые бы это могли каким-то образом оцифровывать. Итак, давайте же попробуем понять, что же такое поющие чаши, что это за зверь или с чем это едят. И я вам подготовил вот такой необычный, интересный инструмент. Казалось бы, да, достаточно такой ручечки, да. Не поверите, это поющие чаши. Это то, что мы привыкли, да, видеть в большинстве магазинов, в большинстве каких-то эзотерических лавок, и что вы увидите, ну вообще в любом месте Непала, на любой ступе, рядом с любой ступой будут продавать, да. И это тоже поющие чаши. И это тоже поющие чаши. Но вот все, что предыдущие инструменты, это все на самом деле в какой-то степени можно назвать поющие чаши. Почему, собственно говоря, поющие чаши? Почему такое название? Почему именно так, а не как-то по-другому? Потому что, ну, наверное, ключевое слово это петь. И поэтому слово чаша и поющая, и именно поэтому такая, а не так, как вот мы, ну, как бы понимаем изначально. То есть достаточно много предметов на сегодняшний день, которые вполне разумно называть именно поющие чаши. Пока мы ждем основную, скажем так, массу участников, потому что обычно ничего вроде как бы вовремя не начинается, я вам давайте в двух буквально словах скажу, почему же, собственно говоря, я занимаюсь вот таким направлением, несмотря на то, что на протяжении более чем 20 лет я и занимался профессионально массажем. Я, ну, был, собственно говоря, как, ну, в смысле, был я и есть. На сегодняшний день я массажист, я занимаюсь массажем. И у меня медицинское образование. Более чем, действительно, 20, почти уже 5 лет назад я закончил медицинское училище по специальности акушерка. Я получил диплом с отличием и стал, прошел специализацию по медицинскому массажу и дальше занимался уже профессиональным массажем. Проработал 9 лет в больнице массажистом, потом работал в коммерческих структурах. При этом, работая, собственно говоря, в больнице, я еще параллельно начал учиться и закончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени Петра Францевича Лезговта по специальности тренер-преподаватель горный туризм. И занимался достаточно много путешествиями. В 90-е мы объездили весь Центральный Кавказ, собственно говоря. Мне удалось побывать на Эльбрусе, удалось побывать в достаточно многих других местах в горах. В 2013 году я завершил свою мечту в какой-то степени и мне удалось побывать на Алтае с восхождением на горе Белуха. И там, на самом деле, тоже были очень интересные переживания. К чашам они никакого отношения не имеют. Но к тому, что, собственно, всю свою жизнь, кроме того, как я занимался чашами и банями, и преподавал поющие чаши, и обучал специалистов, кроме всего прочего, я еще и очень много путешествовал. На сегодняшний день, ну, скажем так, в анамнезе более 45 стран, 5 континентов. И, в общем-то, в большинстве своих поездок я всегда интересовался тем, каким же образом работают различные мануальные и аппаратные, или предметные манипуляции, каким образом люди используют те или иные предметы для массажа, для каких-то целительских практик там и так далее. Вот. И в 2010 году, после того, как я съездил в Индию, мне удалось, мне посчастливилось попасть на Тибет, на настоящий Тибет, в Тибетский автономный регион, в составе Китайской Народной Покоративной Республики, и где, собственно говоря, я выполнил первую свою кору Кайласа. Это такое ритуальное обхождение горы Кайлас, которое расположено на высоте, ну, все это путешествие выше 4600 метров над уровнем моря на протяжении двух дней. Обычно она ходится, местные ее ходят буквально за сутки, 57 километров, достаточно большой перепад высот, самая высокая точка, это 5600 с чем-то, это перевал Дармала. И там же расположено очень большое количество различных, ну, этнических, скажем так, древних каких-то пещер, монастырей там и так далее. На самом деле, очень красивое место, и вот из всех тех путешествий, которые у меня были на протяжении вот моего опыта, я бы сказал, что это, наверное, одно из самых ярких, запоминающихся, и куда я в любом случае, при любой возможности, с удовольствием поеду к Чашам. Опять же, сам по себе Кайлас, наверное, большого отношения не имеет, но перед тем, как попасть на Кайлас, я, путешествуя в Индии, встретил первую свою поющую чашу, ну, вот приблизительно вот такого вот формата, привез ее в Россию, там внутри, вот там внутри, была еще, были сделаны такие изображения Будд-Бодхисаттв, и я был в восторге от этой чаши, я ее использовал во время процедур, просто в самом начале обычного самого массажа, просто извлекая из нее вибрацию, и подводя пациенту там по душам, обозначая начало и окончание процедуры. Я не очень сильно разбирался, я не понимал, к чему это, зачем это там и так далее, но сам по себе процесс мне нравился, пациентам нравился, и в результате дальше я достаточно активно использовал поющие чаши. На протяжении нескольких лет, ну, то есть вот с 2000, наверное, активно, 9-10 года, я изучаю эту тему, и да, ну, на самом деле, сейчас многие скептически к этому относятся, и вообще слово поющие чаши, а уж тем более массаж поющими чашами, в большинстве своем, в какой-то степени может быть и дискредитирован, ну, в принципе, не может быть, а он и дискредитирован. И это, в общем-то, связано с тем, что есть разное понимание, и большинство людей, которые съездили куда-то в Индию, относятся и воспринимают, как бы, чаши, как некий магический, мистический инструмент, чего не принимает сегодняшняя наука, и я на стороне науки. Почему? Потому что тогда, когда какой-то предмет исследуется, когда какой-то предмет получает, ну, какую-то статистику, когда есть некие стандартизированные какие-то элементы, то тогда можно говорить о... Ну, в любом случае, когда есть какие-то цифры, можно уже оценивать любую практику, любой предмет не с позиции, а всем клиентам нравится, а мы всех вылечили, ой, столько счастливых клиентов. Это здорово, что их много счастливых, но при этом есть определенные закономерности, и, наверное, не просто так в советские времена огромное количество диссертаций писалось, тогда, когда не было интернета, когда для того, чтобы собирать какие-то данные, была необходимость ездить в библиотеки, собирать какие-то уникальные книги, попадать в хранилище для того, чтобы получать библиографические данные. Были требования к тому, чтобы проводить серьезные клинические исследования, ну и так далее. На сегодняшний день, понятное дело, большинство людей и большинство специалистов этим не занимаются просто в силу того, что это требует достаточно больших затрат, это тяжело, это требует много различных ресурсов. Ну, то есть, как бы, есть объективные предпосылки к тому, что сделать это сложно, и поэтому, ну, мало кто этим занимается. Вот. Я же пошел как раз по пути того, что мне всегда было сложно понимать какие-то абстрактные такие термины, как там энергия, каналы, чакры там и так далее. То есть, ну, буду честен, я понимаю, что да, есть некоторые такие элементы в человеке, есть такие элементы, связанные с человеком, которые подразумевают некие состояния, которые, ну, в силу отсутствия определенных приборов, сегодня не фиксируются, или фиксируются с достаточно большим трудом, сложностью, либо фиксируются субъективно. То есть, может быть, не очень много, как бы, объективных критериев, которые позволяют оценивать вот то, что, как бы, происходит в организме человека из того, на чего сегодняшних инструментальных методов либо мало, либо они как-то не очень ярко проявлены. Вот. И поэтому, собственно говоря, я задался целью собирать хотя бы какую-то информацию, стандартизировать те процедуры. И, собственно говоря, в основу тех практик, которые вот я использую с поющими чашами, то, что я изучал, то, что исторически было, ну, скажем так, представлено какими-то мастерами, с кем я встречался в Непале, в Ладаке, в Японии, все это давало возможность получать, ну, во-первых, информацию из первых рук, а во-вторых, воспринимать ее не на уровне «верю-не верю», а пытаться каким-то образом получить подтверждение. И результатом этого всего, благодаря мне и моим ученикам из Кемерово, нам удалось собрать данные в объеме где-то 30 человек. Мы стандартизировали саму процедуру виброакустического массажа. Мы оценивали, опять же, вот тут уже огромное спасибо Андрею Сырченко, потому что он в свое время, когда была первая статья по поводу виброакустического массажа поющими чашами в журнале «Массаж эстетик тела», он мне тогда сказал, что, ну, порекомендовал, скажем так, да, обратить внимание на то, чтобы были какие-то объективные методы исследования. И вот, благодаря его идее, появились тесты тревожности, которые используют психологи, на которые мы опирались, и тесты, которые оценивают состояние качества сна. И мы с помощью этих тестов фиксировали состояние у пациентов, которые обращались ко мне и к моим ученикам в Кемерово, а также еще к одному из учеников в Белокурихе, кто, собственно говоря, люди приходили, их оценивали, как бы им давали эти тесты до, давали после, через какое-то время, после этого все это оценивалось на статистических программах, и благодаря этому появился некоторый объем данных, который определил, что да, достоверно, вероятно, что уровень тревожности после процедуры виброакустического массажа, контактного с телом, существенно снижается, достоверно снижается, и уровень, значит, проблем, связанных с качеством сна, тоже так же снижается. Все это я положил в основы того, когда подавалась заявка на патент. И вот 6 мая, принимая поздравления, принято решение о выдаче патента по теме виброакустический, способ виброакустического массажа, изобретение относится к медицине, а именно к восстановительной медицине, и может быть использование для коррекции тревожных, энциномических расстройств, для этого осуществляется вибрационно-акустический массаж с помощью инструмента поющей чаши. Вот, пока эта информация есть на официальном сайте у ФИПС, и сейчас я подал заявку ПИСИТИ, которая дает международный патент, и плюс будет евразийский патент именно на этот способ массажа. Буквально недавно я читал достаточно большую ветку обсуждений по поводу различного рода массажных манипуляций, способов массажа, и опять же отметил, что, к сожалению, многие коллеги воспринимают, вот, как сказать, патенты как изобретение, но, как бы, никакого отношения не имеющихся к исследованиям. На что я бы, конечно, хотел что сказать, что в любом случае любой патент подразумевает требования основное, да, да, это должно быть что-то уникальное, но кроме всего прочего, любой патент подразумевает еще и определенные исследования, которые показывают, что да, этот способ массажа, да, этот способ терапии, да, этот способ какого-то воздействия оказывает эффект, и оказывает эффект на основании тех данных, которые приводятся, собственно говоря, в описание изобретения. Поэтому, ну, как сказать, я стараюсь как-то минимизировать вовлеченность, потому что, вот, в такого рода обсуждения, потому что мне достаточно сложно в них участвовать, просто в силу того, того, что, с одной стороны, я глубоко убежден, что да, многие методы работают, с другой стороны, конечно, да, требуется для клинических, для очень серьезных таких исследований, требуется огромная база. Собственно, поэтому и исследования это мало кто делает. Но, с другой стороны, я искренне горд тем, что я этим занимаюсь, и то, что вот патент есть, потому что для того, чтобы... Ну, то есть, как бы, это достаточно серьезное исследование. Более того, возвращаясь, как бы, к поющим чашам, извиняюсь, как обычно, отклонился, потому что про поющие чаши я могу говорить долго, и сам процесс, как бы, мне этот интересен, я им живу на сегодняшний день, то есть, он меня вдохновляет, он позволяет мне путешествовать, он позволяет мне продолжать развиваться как специалисту, и поэтому я иногда, в общем-то, как-то погружаюсь, может быть, в какой-то степени в более эмоциональные вещи, и поэтому я вас приглашаю и на ТОПСПА-фест, и на любые другие фестивали и мероприятия, потому что за вот один час поговорить про поющие чаши на самом деле очень сложно, даже сделать это достаточно, как бы, кратко, потому что объем очень большой, той информации, которая у меня по этому поводу есть, и очень сложно придерживаться той, вот, как бы, планы, лекции, да, которые есть, поэтому вернемся, я и так ушел немножечко в сторону. Итак, что же такое поющие чаши? На самом деле, может быть, я кого-то разочарую, может быть, я кого-то вдохновлю, в том формате и в том виде поющей чаши, которые мы на сегодняшний день чаще всего видим в разных местах, в таком формате поющих чаш исторически не было. Все это, это сегодняшний день, это, ну, скажем, современные поющие чаши, да, при этом есть огромное количество поющих чаш, которые на самом деле, например, вот такие, это, их называют еще императорские поющие чаши, но если вы пойдете в Эрмитаж, если вы пойдете в Метрополитен-музей в Нью-Йорке, если вы пойдете в Бритиш-музей в Лондоне, мы своими глазами в этих музеях видели пра-пра-пра родителей этих чаш. И я вам что хочу сказать? Мало того, что они на самом деле поют, если их потереть за, вот, как бы, по ручкам, я вам хочу сказать, что именно такие чаши, имеющие немножечко другую, как бы, форму, на них написаны вазы для подношений. Внутри них очень часто бывают изображения и тексты, связанные с теми или иными духовными практиками. И именно эти поющие чаши можно назвать, кстати, как ни странно, относящимися к каким-то духовным практикам. Почему? Потому что их использовали не как музыкальный инструмент, их использовали по прямому назначению. Либо в них воскуривали какие-то благородные, скажем так, да, благородные какие-то составляющие, либо в них что-то клали и использовали это как подношение на алтаре. На сегодняшний день эти поющие чаши представлены в Китае. Я знаю два места, я до них никак не доберусь, к сожалению, которые используются для практики перед тем, как войти в буддийский храм и выполнять там медитацию. Кроме таких поющих чаш, много есть и существует на сегодняшний день похожих чаш. Есть так называемые... Одну минуточку. Вот. Существует то, что я вам показал. Это вот такие вот чаши, да. Вот под циферкой 1, вот здесь, вы видите вот эти вот сувенирные чаши. Исторически сложно сказать, были ли они именно в таком виде, но чаще всего говорят о том, что такие чаши использовались именно индусами. Они производились методом лития, а также как и ритуальные колокольчики. И они использовались в буддийских практиках. Я видел поющие чаши, которые используют буддисты. Но не тантрические буддисты, не буддийские монахи, а буддисты, которые, собственно говоря, ну как бы тот формат буддизма, который пришел из Индии от Будда Шахьямуни. Подобного рода чаши используют во время церемоний и ритуалов, также либо для подношений, выставляя в них какие-то подношения в процессе ритуала, либо в них выкладывают краску, которые наносят на голову, наносят на лоб тику. То есть наносят, ну скажем так, обозначения определенные религиозные. Вот. По циферке 3 это те самые традиционные кованные поющие чаши, которые на сегодняшний день называют либо гималайскими, либо их еще называют непальскими. Здесь на самом деле достаточно, ну сложно сказать, что первично, что вторично. Они более всего представлены сегодня в мире, обладают очень разными свойствами, про них тоже существует огромное количество легенд. Ну, я бы сказал, что это, наверное, вот самые распространенные чаши для духовных практик. Они, ну, маловероятно, что применялись, но именно их мы используем для виброакустического массажа, потому что их геометрия, их свойства металла наиболее близки по своим характеристикам к колоколам. Они благодаря своей определенной вот этой вот характерной геометрии создают гармоничное звучание и они позволяют, не позволяют, а они издают и создают и характерные вибрации, которые как аппарат передаются телу, то есть механическим аспектом воздействуют на тело, раз, и за счет своего гармоничного звучания воздействуют на слуховой анализатор и через слуховой анализатор воздействуют на головной мозг, что на самом деле тоже, ну, скажем так, очень перспективно для исследований. Под циферкой 2 мы видим вот здесь, вот это кварцевые поющие чаши, вы тоже можете их сегодня увидеть. Это тоже достаточно новые поющие чаши, ну, в смысле, это буквально десятилетия, может быть, когда они появились, пару десятилетий назад, они представляют из себя, как бы по форме чаши, сделанные из, как правило, материалов, содержащих большое количество кварца, они очень специфические, в силу того, что трением по ним создается определенная вибрация и тоже очень создается гармоничное звучание. И, наконец, под циферкой 5 мы видим чаши, которые на сегодняшний день, так же, как вот эти вот, пардон, вот эти вот чаши, используются до сих пор в буддийских практиках, ну, назовите их духовными. Это корейские или японские поющие чаши, ни один корейский или японский храм не обходится без них. На цифре 5 есть вот как раз фотография, такая чаша расположена в храме Киота, я своими глазами ее видел, так сказать, стучал по ней стиком, и очень интересно, что перекликается вот с различными практиками, как раз в данном случае, это то, что извлекая вибрацию из поющей чаши, из вот такой вот, из корейской, да, важный элемент это не звук, а ритм. Ритм, которым извлекается звук из этой чаши, обозначает начало и окончание чтения определенных сутр, начало и окончание медитации и другие, как бы, элементы. При этом, ну, как сказать, звучат по ней очень по-разному, и разница звука, разница, как бы, в том ритме, который есть, позволяет, собственно говоря, управлять нашим сознанием. Это, ну, психологи на сегодняшний день, насколько я знаю, достаточно интенсивно все эти вопросы озвучивали и исследуют. Один из организационных вопросов, который я озвучу, я потому что вижу, что вот появляются там обиженные смайлы, ну, точнее, так сказать, грустные смайлы, возмущенные смайлы. Да, я знаю, что, возможно, многие, ну, предполагали услышать, как сказать, либо там вот все, как бы, сильно в науку, либо, наоборот, сильно там как-то вот что-то волшебное. Есть и то, и другое на самом деле. И волшебное есть, и абсолютно научное. Вот про абсолютно научное я уже сказал. И вот организационно я что скажу? Есть вот такая вот прекрасная, моя любимая, моя первая книжка, которая «Тибетские поющие чаши» имеет, естественно, оздоровление. Исторически изначально, как бы, когда мы ее опубликовали, ну, она продавалась, как бы, в бумажном варианте. Ну, как сказать, вот именно в ней много всего про чаши, очень простыми, скажем так, словами. Я что хочу предложить? Я, в принципе, люблю вообще как бы любую интерактивность и хочу вам сказать, что вот в ближайшие три дня, то есть до 19 мая, я, ну, как бы, в пределах досягаемости. И что я хочу сказать? Вот в комментариях именно к этому прямому эфиру вы можете оставить свои вопросы. Тот вопрос, который мне окажется наиболее интересным, в принципе интересным, я, как сказать, спешу с тем человеком, отвечу ему и вышлю ему в подарок вот бумажную, бумажную книгу. Вот эту вот. Вот. Всем остальным нет проблем, на сегодняшний день в ней даже вот написано, что, скажем так, что вы можете ее, что любой, как бы, человек может использовать эту книгу совершенно спокойно и, ну, скажем так, ну, то есть, главное, ничего в ней не менять. Если вы ее где-то в электронном виде будете использовать, будете там передавать кому-то дальше, для того, чтобы поляризовывать, чтобы привлекать людей к методам оздоровления, к методам релаксации, к методам снятия психоэмоционального напряжения и так далее, что это вдохновит и поможет, я буду только рад. Поэтому вы можете написать свой адрес электронной почты и вот, ну, кто-то 19 мая успеет это сделать, я на электронную почту отправлю электронную, как бы, версию, которая и для iOS, для Mac-овских, для, ну, господи, как это называется, для iPhone'ов и для, ну, как бы, других там в PDF или там еще в каком-то формате. То есть, можно будет почитать и потом, если кто-то как-то будет это комментировать, задавать вопросы, я буду только рад на них ответить. То есть, что вам надо сделать, это вам надо задать вопрос, чтобы получить настоящую, живую книгу с автографом и задать просто вопрос, и тогда я смогу вам прислать ее в электронном виде. Но до 19 мая, пока я в пределах, в нижнем, пока я в пределах досягаемости. Итак, что же дальше? Про виды поющих чаш мы поговорили. Про историю поющих чаш, легенда и реальность. Ну, легенд на самом деле очень много, все их вы, наверное, как бы читали, начиная от того, что поющие чаши делались из метеоритного железа и заканчивая тем, что, ну, скажем так, кто услышит звук поющей чаши никогда не попадет в ад, и что в Тибете именно преимущественно производили поющие чаши, просто потому, что там слой атмосферы был низкий, потому, что там горы, и все метеориты не сгорали, и была возможность как бы вот из них делать поющие чаши. Я уже очень много раз был на фабрике поющих чаш, именно кованых поющих чашах, где их куют, и, в общем-то, я вам хочу сказать, что, ну, и металла надо достаточно много, и метеоритное железо, которое на сегодняшний день представлено в большинстве интернет-магазинов или не интернет-магазинов, это сплавы очень весьма специфические, которые очень часто подразумевают достаточно высокую температуру плавления, которую, опять же, в условиях высокогорья создать технически просто невозможно. Рекомендую вам обратиться к курсу физики, в котором сказано, на какой высоте, при какой температуре кипит вода, соответственно, какая температура плавления у, допустим, металла, если предположить, что поющая чаша там из семи металлов, один из которых олова, окей, легко расплавляется, но там, допустим, свинец хорошо, тоже легко плавится. Но медь бронза, пардон, медь железа, это все-таки весьма такие металлы, которые требуют достаточно высокой температуры. Ну, про ртуть тут как бы еще более сложно говорить, хотя один из экспертов в области поющих чаш зарубежных провел исследование и указал в том числе, что поющие чаши, один из кусочков древней поющей чаши, отправили на исследование в Монреальский, ой, пардон, господи, в Канаду. И там были обнаружены, да, следы как бы ртути. Вот. Поэтому, говоря о поющих чашах, давайте будем реалистами и признаем, что да, поющие чаши в том виде, в том виде, в котором они представлены на сегодняшний день, это преимущественно посуда, либо емкости для подношений, то есть, как бы, либо емкости, которые использовались для каких-то измерительных практик. Ну, то есть, допустим, ими продавали как мерами в каких-то регионах, в Ладаке, например, возможно, ими продавали ячмень, ямалайскую соль. В то же время поющая чаша уже была инструментом. Это я, опять же, ответственно заявляю, потому что два года назад, когда мы были в Ладаке и в Занскаре, это Северная Индия, это вот прям Непал-Непал, это то, что этнический как бы Тибет, географический, точнее, Тибет. И вот нам там удалось найти очень интересный предмет, который представляет собой фактически вот железную основу это поющая чаша, на которую вот так вот сверху натянута шкура. То есть, это фактически как барабан или как бубен, который используется в Ладаке в ритуальных праздниках, используется оракулами и шаманами. То есть, ну, как сказать, говорить о том, что чаша это не музыкальный инструмент вообще некорректно. Музыкальный инструмент, вот, если в конце совсем время останется, постараюсь достать. Прячем далеко, чтобы она, так сказать, была в сохранности. Вот. То есть, и музыкальный инструмент, и объект для, как посуда. Это тоже мы были в одном из очень таких древних монастырей, в нем есть музей посуды. И вот там представлены разного рода посуды, разного рода предметы, которые, собственно говоря, и являются тоже прародителями поющих чаш. В какой-то степени, опять же, наверное, большое количество разочарованных, может быть, смайлов, но здесь я поддержу на позитиве, скажем, нас всех, потому что лично я, когда тоже несколько лет назад был на Спасамите в Минске, я уже тогда говорил, как сказать, и сейчас я повторю, что на самом деле не так важно, какая историческая подоплека, какой исторический, ну, скажем так, путь у поющих чаш, потому что вот те поющие чаши, которые на сегодняшний день мы видим в магазинах, это на самом деле прекрасный инструмент для аппаратного массажа. То есть это, какие бы они ни были на сегодняшний день, как бы они ни появились на сегодняшний день, и как бы мы их ни использовали, они реально на самом деле помогают, снимая напряжение, снимая мышечные напряжения при контактном массаже, снимая психоэмоциональное напряжение за счет своего гармоничного звучания и воздействуя за счет того, что они создают бинуральное биение, очень многие хорошие чаши, то есть у них есть основной звук, у них есть абертона, и вот внутри абертонов очень часто бывает как бы разница между, ну, как сказать, между частотами, да, от 3 до 8 Гц, что позволяет очень хорошо воздействовать, ну, что значит хорошо, условное такое, да, название, но очень гармонично воздействовать на, как бы, биоритмы головного мозга. Опять же, все это на самом деле можно более предметно, как сказать, почитать, изучить, на этот счет есть достаточно много источников, какие-то исследования с поющими чашами, да, они на тему влияния на головной мозг проводились, и они проводились с позиции именно вот музыкального, то есть бесконтактного воздействия. и на сегодняшний день по самом деле с музыкотерапией как одним из элементов воздействия поющих чаш на человека, скажем так, это одно из тоже перспективных направлений. И что же, как же могут поющие чаши воздействовать на организм человека? Они очень хорошо могут воздействовать. Первое, это то, о чем я вам сказал. Физически это механический аспект. У чаши создается колебание, когда мы извлекаем из чаши вибрацию ударом, и при контакте с телом человека это колебание передается телу. Да, очень многие начинают по-разному говорить очень разный как бы подход и противоречивый, но никогда не жалел делать денег на книге и всегда старался любить себя. И вот мне удалось купить библиографическую редкость, аж 1907 года сделал себе такой вот подарок сегодня. Ну, на день рождения, да, руководство по вибрационному массажу. А на подходе еще две книги, которые про механический массаж, который описывает вербов в своих работах. И, что интересно, вот буквально, да, аппараты и их употребление не подлежит никакому сомнению, что рукой, точнее всего, могут быть произведены все манипуляции массажа. Она лучше всего прилаживается к форме члена, причем характер и силы давления могут быть измерены самым точным образом. Для вибрационного однако массажа рука не так пригодна, ею нельзя достаточно долго и быстро производить движений. Подобную работу мышцы не в состоянии производить, и нам приходится прибегать к аппаратам, число которых в настоящее время уже довольно велико. Это 1907 год работы. поэтому я убежден, что поющая чаша это один из элементов аппаратного массажа, который очень органично может вписываться в массажную практику, как в качестве самостоятельной процедуры, так и в качестве вспомогательного элемента, который можно интегрировать в практику, что я, собственно говоря, и делал, когда работал как массажист, как терапевт еще и руками. Второй элемент это музыкальный аспект, это то, о чем мы с вами говорим, это воздействие на центральную нервную систему через слуховой анализатор посредством гармоничного звучания. И на этот счет в России пока, наверное, все достаточно проблематично и сложно в силу того, что в специальности музыкотерапевт, ну, кстати, как и звуковой терапевт, или звукотерапевт специальности, такой, ну, как бы, нет. Вот. При этом в мире, да, музыкальная психотерапия развита интенсивно и широко. При этом музыкальная терапия, музыкальная психотерапия представляет собой один, как бы, одну из разновидностей арт-терапии, так же, как там, песочная терапия, мандал-терапия, как изотерапия, достаточно объемный и широкий такой спектр методик, предложенных для работы и каких-то практик с в случае связанных с консультированием психиатрами или психотерапевтами и для коррекции каких-то состояний. Вот. И в данном случае могу только сказать, что так же он очень перспективен и интересен, потому что на сегодняшний день, допустим, в колледже, в США, в колледже Беркли есть очень интересная дистанционная программа по музыкальной терапии, в университете Мельбурна очень интересная программа, ну, и там, и там, это, правда, как бы английский, но, в принципе, заодно и можно хорошо язык подтянуть. Я, как бы, там проходил обучение, и, в общем-то, могу сказать, что да, учиться тяжело, но достаточно интересно. В Беркли достаточно простой такой подход, в Монреале уже серьезный, подразумевающий на выходе такую, в общем-то, объемную квалификационную работу. Вот. Третий элемент воздействия поющих чаш на человека это психофизиологический аспект, ну, это все, чем занимаются телесники, или, так скажем, то, что в психотерапии наиболее таким вот как бы образом связана, скажем, наиболее такая прямая связь это то, что мышечный панцирь по райху, это то, с чем работают телесно-ориентированные практики, то есть тогда, когда через работу с телом появляется у человека возможность проявить и проработать какие-то состояния, связанные уже с его психическими реакциями, травмами, там, и так далее. Ну, магический или эзотерический аспект тут, как сказать, я бы его сейчас назвал энергоинформационный, это вот, ну, то, что не кидайте сейчас в меня помидоры, так сказать, люди с высшим медицинским, физическим там образованием там и так далее, как сказать, я за науку, но есть некоторые вещи, которые, как сказать, ну, они присутствуют в чашек, все равно, куда их денешь, вот, и они есть, они работают таким образом, объяснить сложно, но, как бы, случаи есть, это абсолютно не научный элемент, но он присутствует. И аспект резонансности, это то, о чем мы, как сказать, наиболее часто говорим, такое слово резонанс, вот, идея в том, что у каждого органа или клетки есть некая здоровая частота и есть некая нездоровая частота. И вот, если на нездоровую частоту подавать здоровую частоту, что вроде как клеточка будет, так сказать, оздоравливаясь, подтягиваясь до здоровой. Проблема в том, что не всегда, так сказать, вот, здоровая частота, да, с легкостью подтянет нездоровую. Может все пойти, так сказать, в резонанс, и не факт, что именно в резонанс имеется в виду, что могут вибрации вот эти вот так наложиться, что, в общем-то, привести некое оздоровление, а к разрушению. Вспомните из физики про взвод солдат, который, так сказать, проходил по мосту. И также, как же можно использовать поющие чаши, как они воздействуют на организм, мы с вами поговорили. Почему словосочетание массаж поющими чашами сейчас вызывает ухмылку у половины людей? Ну вот как раз в силу того, что Непал, Индия на сегодняшний день очень доступные страны, чаши стали доступны, это все интересно. И в большинстве своем, как я говорил, люди не очень задумываются над тем, как что работает, просто берут и делают. Да, в Непале есть мастера, да. Люди, которые именно работают с поющими чашами, показывая, обучая, как с ними работать, и рекомендуют оздоровительные практики с поющими чашами. И большинство из них, в общем-то, имеют под собой какую-то логику, если ее очень глубоко разобрать и понять, что же с этим происходит, как это все работает. При этом объяснений оттуда фактически нет, и все считают, что нет никаких сложностей, купил чашу, извини по ней, ничего плохого с телом или с человеком не произойдет. В то же время, с другой стороны, да, при этом же все говорят, что, о, чаши очень сильно воздействуют на организм. Получается в какой-то степени противоречие. Если чаши очень сильно воздействуют, то, значит, подразумевается, что, в общем-то, ну, должны бы быть какие-то достаточно сильные противопоказания. Ну, не сильные, в принципе должны быть противопоказания. То есть, есть какие-то риски. Но при этом же направо и налево, да, мы везде видим в сети и вообще, как бы, в принципе, везде вот эти вот названия, виброакустический массаж, там и так далее. И смех-то весь происходит как раз потому, что массажем называют на сегодняшний день, ну, как бы, достаточно все, что, ну, удобно, не сильно задумываясь над тем термином, то есть над тем, что же такое, в принципе, вложено в понятие массаж, каким образом это все было бы логично вписать и, как бы, понять, каким образом это используется. Вот. Потому и получается, что, ну, скажем так, вот есть выражение, да, что вместе с грязной водой вылили и ребенка. И вот получается много информации противоречивой, которую, ну, так сказать, серьезная официальная наука не воспринимает и в результате отрицает, как бы, и те элементы эффективные и безопасные и полезные для человека, которые есть на сегодняшний день. Что же научного в наши дни с поющими чашами? Ну, научного, научно доказано на небольшой, но тем не менее на выборке в, там, 35, по-моему, человек у нас было или 50, не помню сейчас уже точно, да, то есть это что, да, поющие чаши снижают уровень тревожности. И да, поющие чаши помогают в лечении расстройств сна, то есть это была, ну, собрана информация, она была проанализирована, вы можете познакомиться с ней у меня на сайте поющиечаши.рф. Там есть в разделе материалы поющих чашек, там есть статьи, в которых, ну, они, как бы, вот в чистом виде произведены. Да, выборка небольшая, да, действительно достоверность, ну, скажем так, не самая высокая. Но при этом, опять же, что называется, ну, покажите мне вообще в принципе тех специалистов, кто какие-то методики массажа, представленные сегодня на рынке, представленные сегодня для дальнейшего обучения, преподавания и для реализации в качестве, как бы, вот массажных манипуляций. Покажите мне, где есть, на каких методиках есть исследования, которые можно почитать, с которыми можно ознакомиться и так далее. Покажите мне специалистов, которые научное обоснование какое-то этому приводят. То есть, ну, если данные есть, то, значит, ну, что их скрывать? Они должны быть в открытом доступе, потому что, на мой взгляд, наоборот, это как раз подтверждает, показывает, что можно сделать с той или иной методикой и что нельзя. Все остальное на уровне нравится-не нравится, сильно-не сильно. 20 лет назад антицеллюлитный массаж без синяков, это было, ну, как, за что я деньги отдала. Потом, к счастью, люди немножечко стали, ну, скажем так, более адекватно, ну, как сказать, воспринимать организм человека и манипуляции массажные, да, и то, что синяки после массажа стало уже расцениваться как негативный такой аспект, да. То есть, как, ну, цикл, как сказать, не цикл, а как замкнутый круг, когда синяк, то бишь гематома, ведет к нарушению тканей, ведет к нарушению целостности капилляров, вызывает отек, в свою очередь, который ведет к еще большему ухудшению трофики тканей, то есть, и как следствие, ну, как бы усилению синтеза. Я очень сейчас, как бы, так вот грубо говорю, очень объемно говорю. Да, я вижу в какой-то степени комментарии, я обязательно в конце постараюсь по мере сил на них ответить, либо, вот, как сказать, онлайн, либо я, ну, обязательно на них постараюсь написать. Поэтому все, что касается науки с поющими чашами статьи, есть исследования, есть информация, на самом деле есть вопрос. Ну, в том, как бы, где она есть и кто именно ей занимался. Я, например, знаю в Новосибирске одного специалиста с поющими чашами, кто писал профикционную работу именно по воздействию дистанционных практик с поющими чашами, контактных практик на организм человека с позиции музыкотерапии. Это клинический психолог. То есть я знаю в Москве человека тоже, который писал работу тоже квалификационную, заканчивая по психологии обучения, который писал работу о, сейчас скажу, по поводу использования поющих чаш в консультировании. То есть на самом деле есть работы, много их, большинство из них из области психотерапии, так скажем, на сегодняшний день. Ну, просто в силу того, что психологические тесты, они наиболее легко в реализации для оценки. Потому что для того, чтобы оценивать и набирать какую-то базу по каким-то другим критериям, в общем-то, требуется и время, и силы, и ресурсы, и пациенты, и люди, которые, собственно говоря, это будут делать. Почему я говорю, нам удалось, мне удалось получить патент? То есть здесь есть доля заслуги учеников, которые потратили время, потратили силы, набирая испытуемых, выполняя процедуру виброакустического массажа и собирая те данные. Потому что, ну, если бы вот из Кемерового ребят не было, кто очень большой объем работы смог сделать, то, конечно, было бы достаточно труднее. Именно поэтому я понимаю, да, мало кто сегодня занимается исследованием, в принципе, массажных технологий, потому что это все требует и больших ресурсов временных, и больших ресурсов финансовых. Просто констатирую ситуацию, не говорю про то, что там это вот, ну, как-то не оценивая. Чем поющие чаши могут быть полезны человеку в наши дни? Поющие чаши могут быть полезны и с позиции музыкальной психотерапии, и с позиции работы с физическим телом. Я уверен, что поющие чаши очень хорошо помогут, ну, как бы в практике с физическим телом. Тем более у меня есть, ну, мой эмпирический опыт тогда, когда я работал непосредственно с людьми с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И я интегрировал в обычные манипуляции массажные, в обычные алгоритмы и протоколы, также и виброкустический массаж в короткой такой версии. Но, конечно, здесь статистика очень, как бы, избирательная, очень небольшая, и она не подразумевает, ну, какого-то такого вот, ну, серьезного исследования. То есть, но субъективно, да, скорость реабилитации при проблемах, связанных, острых проблемах с опорно-двигательным аппаратом, после, точнее, при комбинации классического медицинского массажа с массажем контактным виброакустическим, оно, конечно, у человека улучшало и ускоряло скорость, как бы, реабилитации. Сказать это в цифрах достаточно, опять же, сложно, потому что у меня такой, ну, просто статистики объемной не было. Но несколько живых моих примеров, как бы, у людей, которым, скажем так, по их субъективным оценкам, чаще всего они проходили все эти проблемы, переживали эти проблемы с обезболивающими. Вот в тех случаях, когда я добавлял виброакустический массаж поющими чашами, им удавалось, ну, скажем так, либо уменьшить дозу обезболивающих, либо обходиться, в принципе, без них. Я про острые состояния, преимущественно связанные с нарушениями в области позвоночника. Далее. То есть, и с точки зрения психокоррекции, и с точки зрения воздействия на центральную нервную систему через слуховой анализатор, здесь я могу сказать, что, например, мы очень активно стараемся, когда приезжаем в Нижний Новгород, когда у нас есть время, посещать, скажем, ну, с благотворительными такими концертами отделение гематологии, отделение онкологии детской областной больницы. И мы вот для детишек, для их родителей стараемся проводить концерты, потому что, конечно, никто там не даст возможности проводить, ну, непосредственно контактную какую-то работу, потому что это, ну, скажем, чревато, вы понимаете, как бы серьезные режимные медицинские учреждения на сегодняшний день. Но с точки зрения арт-терапии, когда мы это озвучиваем как арт-терапию, и проводим как концерты как арт-терапию, вот ответ как на групповое воздействие, то просто, ну, как сказать, меняя определенным образом последовательность самой музыкальной композиции, которую можно делать с помощью поющих чаш, да, мы замечали, опять же, что у детей, как бы, и у их родителей можно и повышать, и, ну, как сказать, позитивный настрой, что ли, да, более, как бы, радостное такое состояние, а можно и наоборот, как бы сказать, в более, ну, не скажу, что в депрессивное, но в такое более, в менее радостное состояние тоже это можно сделать. И это, кстати говоря, тоже один из элементов, про который я говорю, можно ли навредить, можно поющими чашами, можно, если для человека с депрессией, в состоянии депрессии устроить красивейший концерт с поющими чашами, но, так сказать, не очень гармонично построив, не грамотно построив саму по себе процедуру вот этого концерта, в общем-то, можно запросто человека ввести не в радостное измененное состояние сознания, а в еще более депрессивное состояние, то есть доставить у человека, вызвать еще дополнительно более негативное, более грустное, более такие вот, ну, как сказать, расстроенное состояние сознания. Далее. Чакры, чаши, мантры, янтры. Верю, не верю. Ну, немножечко провокационный такой момент, и я прекрасно понимаю, да, что, в общем-то, на площадке Топспа-феста, ну, как-то, наверное, может быть, даже все-таки все более в научную такую тему, к чему чакры, наверное, и мантры это как-то вот не очень логично вписывается, но здесь я что хочу сказать, что, да, в Непале очень многие мастера, они увязывают четко определенное звучание, определенную ноту, определенным энергетическим центром на теле человека, с определенным положением, так скажем, да, с мудрой, то есть с определенным положением, там, допустим, рук, которая замыкает, по их мнению, каналы и позволяет перемещать энергию, то есть как бы воздействовать дополнительно на тело человека. На этот счет, как сказать, верю-не верю, наверное, не очень корректный тоже такой, как сказать, комментарий, такой вопрос, потому что для меня здесь вопрос скорее не веры, а, ну, как сказать, есть как бы часть элементов, которые очень хорошо и органично, опять же, имеют определенное объяснение, имеют определенную логику при этом, и, в общем-то, подразумевают, ну, вполне логичное применение. Просто, наверное, как бы сами по себе, опять же, термины, если их слегка поменять, то получится, что определенная гимнастика рук, да, она будет улучшать, может улучшать состояние человека. Визуализация определенного сакрального символа или определенного, в принципе, геометрического изображения тоже через уже зрительный анализатор может воздействовать на определенные участки головного мозга, вызывая ту или иную реакцию вплоть до со стороны и периферической нервной системы, в принципе. Про можно ли навредить практиками с поющими чашами я уже сказал, что да, можно, да, запросто можно, вплоть до, ну, как бы начиная от того, что у людей возникает достаточно раздраженное состояние сознания и заканчивая просто тем, что если, ну, самый простой пример, если взять поющую чашу, делать контакт на ковной поющей чаше и массаж области поясницы, и при этом у человека в почках будут конгломераты, то, в общем-то, запросто можно спровоцировать, конечно же, и почечные колики, и, в общем-то, проблемное состояние с почками, да, в принципе, с любой частью тела. Поэтому, конечно, в идеале имеет смысл опираться хотя бы на базовые показания, противопоказания к физиотерапии. Это я сейчас уже именно про виброакустический массаж. Соответственно, для дистанционно-акустических практик с поющими чашами, для музыкальной психотерапии, там совершенно другие показания и противопоказания будут. Какие перспективы развития практик с поющими чашами для оздоровления? Они, на самом деле, очень большие, объемные и интересные, потому что на сегодняшний день, ну, что говорить, едим мы достаточно такие, в общем-то, пищу своеобразную, воду пьем. Неоднозначно хорошую, стрессы постоянно, напряжение, и любой экологичный способ релаксации, любой экологичный способ прослабления, любой экологичный способ снятия психоэмоционального напряжения будет перспективен, интересен, и особенно, если он легок в реализации. Соответственно, вот достаточно легко реализовать, как виброакустический массаж поющими чашами, если следовать четко алгоритм процедуры, который вот заявлен и исследован, потому что, повторяюсь, как бы данные для патента, данные для статей, которые вот мы публиковали, мы собирали как бы из трех источников. Очень большую часть делали наши друзья из Кемерово, и вот остальную часть делал я, и делал еще один из учеников Белокурихи. Поэтому везде, получается, как бы в сумме вот это все дало и там, и там, и там, и там достаточно большую эффективность в конечном счете, которая статистически достоверно была подтверждена. То есть, я вижу, что перспектива развития очень большая, как бы в области и психопрофилактики, и психиатрии, и психотерапии, и в том числе при работе с физическим телом. Другой вопрос, что да, конечно, все требует дополнительных исследований, несомненно. А это требует ресурсов. Вот. Что я хочу вам показать, порекомендовать? Значит, давайте начнем с точки зрения, там, допустим, литературы, да, вот по поводу публикации. То есть, есть вот несколько журналов «Символ науки», например. В нем есть статьи о применении поющих чаш в телесно-ориентированных практиках и в медитациях. Ну, то есть, как сказать, в медитативных практиках, которые очень прекрасно сегодня в психотерапии применяются и используются. Есть вот этот вот журнал, в котором мы публиковали обзорную статью по поводу виброакустического вообще воздействия, виброакустического массажа сегодня в мире. Это не касается моей методики, это касается именно, в принципе, виброакустических массажей, виброакустического воздействия на человека. Далее. Еще две книги – это то, что уже было опубликовано в сборниках научных конференций, научных статей, также связано с поющими чашами. Все они есть на сайте. Также они есть отдельно, все собранные в книжке по сборник статей по поющим чашам. Эти книжки уже можно купить на сайте Ридера, можете с моего сайта, есть прямая ссылка. Они печатаются по требованию и можно приобрести на сайте в электронном виде. Этих книг нет, они есть только в печатном варианте. Для виброакустического массажа и для дистанционно-апсистических практик есть вот такие учебные пособия, которые мы публиковали совершенно как полноценное методическое пособие, которое, в свою очередь, включает в себя много дополнительных материалов. Как правило, они либо используются целиком в семинарах, либо они идут как дополнительные. Также по виброакустическому массажу эти пособия переведены на несколько языков на сегодняшний день. Это и английский, эстонский, латышский, испанский, итальянский, немецкий, французский. Что бы я вам рекомендовал, если все-таки поющие чаши у вас ассоциируются исключительно с тибетом, то тогда бы я вам рекомендовал очень канон тибетской медицины, джудши. К поющим чашам напрямую никакого отношения не имеют, там про поющие чаши ничего нет. Но это труд, который исторически изначально был написан на тибетском языке, к которому, в общем-то, обращаются все мастера. И, в общем-то, в нем есть очень интересные вещи, связанные с тем, что, например, четыре стадии определения, стоит ли браться за лечение. Отказываться от больных можно в двух случаях. Когда есть средства лечения, когда их нет. Не стоит лечить тех, которые ненавидят Будду, монахов и живых существ, вообще неблагодарных, не оценивающих заботы лекаря, торопливых, бедных, непослушных, подавленных духом, исчерпавших срок своей жизни и врагов, ибо можно испортить свои отношения с другими. Если средств нет от таких, лучше отказываться. Отказываться, ссылаясь на отсутствие средств от запущенных больных, от больных, охваченных девятью болезнями, обрывающими жизнь. Ну, на самом деле, здесь достаточно философские моменты разобраны, и в буквальном смысле разобраны моменты, имеющие отношение в принципе к оздоровительным и целительским практикам, связанных с тибетской медициной. И здесь слово «лекарь» обозначает того, кто лечит болезни, приносит пользу телу, того, кто обрушивает на болезни лечение и как отец опекает жизнь. То есть, я имею в виду, что это классика тибетской медицины. Говоря о цирийских практиках и Тибете, это очень такое интересное и полезное дело. Далее, «Искусство благой кармы» доктор Нина Чинанг Цанг. Это практики духовные, которые рекомендованы для докторов и для людей, которые практикуют тибетскую медицину. Также доктор Нина Чинанг Цанг «Йога звука». Это книга, в которой говорится о лечении мантрами в тибетской медицине, использовании дополнительных средств. И, ну, то есть, как бы, это на самом деле очень многие вещи пересекаются с тем, что, ну, скажем так, вот будет очень интересно почитать, что у человека, согласно тибетской медицине, 5 чакр, 5 центров тела энергетических, а не 7, как это представлено в индуистской системе. Далее, есть очень интересная, на мой взгляд, книга, ну, вряд ли ее найдете, это издательство «Наука», 1974 год. Называется «Загадка звучащего металла». Это о колоколах. И в данном случае очень интересно, ну, вот обратите, если внимание, да, вот здесь вот, например, вот рисуночек, не знаю, насколько его видно, вот поближе подвину, да, то есть, это фактически поющая чаша, только перевернутая и с ручками. То есть, описывается история колоколов, описываются их характеристики, говорится о том, каким образом они производились, есть, как бы, и легенды, есть какие-то реальные вещи, есть названия того, ну, какие-то как части, то есть, все, что кому интересно, что-то связанное, вот, ну, скажем так, может быть, уже не с науки целительства, не с позиции целительства, а с позиции колоколов, как таковых. Из зарубежной литературы я вам хочу порекомендовать очень, конечно же, Франка Перри, вот такая вот книжка, «Гималайские звуки и поющие чаши». Это огромный такой труд, который, здесь все на английском языке, Франк Перри очень авторитетный, очень интересный человек, у которого огромное количество чаш дома, который ни разу, пардон, один раз единственный выезжал, выезжал за территорию Великобритании, нам удалось, впечатлилилось с ним встретиться несколько лет назад и взять у него там мастер-класс по чашам, пообщаться, ну, как он их понимает. Ну, у него, конечно, более понятие такое духовное отношение к поющим чашам, чем это по-своему интересно. Также вот это вот Митчелл Гейнер, очень интересная книга о тоже, ну, как бы, об оздоровлении звуком, ну, не только. Он использовал поющие чаши в лечении онкологических больных, но в формате арт-терапии, то есть он их использовал для музыкотерапевтических практик и не использовал их контактно. Но в любом случае тоже это достаточно интересная работа, описывающая то, каким образом можно использовать различные музыкальные инструменты, в том числе, для практик с пациентами. Ева Руди Янсен, Синджин Боулс, поющие чаши, это есть перевод на русский язык, ну, это одна из первых людей, которые, в общем-то, магические, мистические связи с поющими чашами, интересны для общего развития. Аньки Хойзер тоже самое, тоже есть на русском языке, тоже самое, тоже очень много интересных вещей, связанных в том числе с планетарными представлениями о поющих чашах. Далее, далее, далее. И вот книга про поющие чаши от одного из мастеров Непали, у кого мы учимся, и у кого я в том числе считаю своим учителем, это Санта Рапи Шакья, у него очень интересные терапевтические практики с поющими чашами описаны, и эти практики, ну, как бы вот к разговорам, да, о том, что есть и дистанционные, есть и контактные, у них немножечко на Востоке другой подход, чем у нас к поющим чашам, у них очень многие практики не подразумевают, ну, какого-то, скажем так, так как у нас показания-противопоказания можно вредить, нет, они считают и воспринимают, как бы, и тело человека, и обучение, в принципе, ну, как бы вопросы, почему так, а не иначе, задают только европейцы и преимущественно русскоговорящие путешественники, ученики и так далее, потому что всем остальных, как правило, удовлетворяет ответ на вопрос, то, что, ну, как сказать, возьмите чашу так и сделайте так, там, и так далее. Вот. Резюмируем все сегодняшнее, да, все, о чем мы сегодня, ну, точнее, не мы, а я сегодня с вами говорил. Да, поющие чаши – это и старая сказка, и современный метод лечения, потому что сказочного в них очень много, и именно это вдохновляет, впечатляет и позволяет с ними продолжать работать. Один, ну, как бы, два основных направления работы с поющими чашами – это контактный метод воздействия и бесконтактный, то есть дистанционно-акустическая практика. Контактный метод воздействия – это фактически аппаратный массаж поющей чашей, а которым, как бы, поющая чаша представляет собой аппарат для массажа. И бесконтактный – это то, что можно назвать, нужно, точнее, назвать и разумно назвать музыкальной психотерапией с поющими чашами. В свою очередь, уже там более важны, как бы, акустические свойства и характеристики поющих чаш. Напомню, что кому нужна в электронном виде эта книга, пишите почту, и я вам вышлю эту почту, ну, в комментариях под этим вот, под этим эфиром, и я пришлю в электронном виде поющие чаши «Тибетские практики» вам на почту. Кому нужна, кто хочет в подарок эту книжку живую, как она есть, с моим, там, как бы, пожеланием, с моим автографом, то задайте какой-нибудь вопрос в комментариях, который, на мой взгляд, окажется интересным. Я сам решу, что там интересного. Вот. И в этом году, в любом случае, если не произойдет какого-то форс-мажора, вы можете, и я буду рад, встретиться и пообщаться с вами на Топспа-фесте в Турции, независимо ни от каких обстоятельств, я думаю, что я там окажусь, и у меня будет возможность ответить уже предметно, если будет время, на те вопросы, которые у вас будут. Ну, собственно говоря, у меня, наверное, все на сегодня. Не знаю, что вам удалось или не удалось, или были ли какие-то вот дополнительно вещи, которые нам посчастливилось увидеть или нет. В любом случае, огромное спасибо вам за внимание. Я рад, что мне удалось в очередной раз рассказать о поющих чашах достаточно широкой аудитории. Я очень благодарю Андрею Сырченко, поскольку, ну, как сказать, он, так сказать, вдохновляет каждый раз меня, потому что я, ну, как сказать, достаточно хоть и стремлюсь к каким-то вот научным обоснованиям, исследованиям, там, вещам и так далее, все равно, конечно, чувствую немножечко такое вот со стороны официальной медицины, ну, скажем так, на мой взгляд, предвзятые отношения. И вдохновляет, конечно, когда есть какая-то поддержка, есть интерес, к тому, чем я занимаюсь, и очень надеюсь, что это будет нам всем на пользу. До встречи в реальности. И что еще хочу сказать. Ну, собственно говоря, звучите позитивно, и пусть у нас все будет хорошо. До встречи. Виктор Рогов из Нижнего Новгорода.